карабас-барабас легкое пение птичек туристы уже возвращающиеся жареном виде очень вкусные и чем-то напоминает курицу я пробрался так называемую желтую пещеру это настоящая окаменелость это коралловый риф здравствуйте дорогие друзья с вами канал крымские выходные и это я вадислав терещенко и владимир подавалов ребят сегодня отправимся в интересное место весной крым у нас сегодня будет водопад царское озеро интересные тропы окаменелости в общем осенний крым походный выпуск самая интересная часть горного крыма я думаю будет интересно погуляем покажем вам возможно зарядим вас на такой поход и вы тоже отправитесь в лесной крым ну что погнали наш маршрут начинается с всем известного подъема на гору айпетри ребят мы уже ходили летним выходом на большой канин крыма с камрадом походного дела вот он спуск наш сегодня так называемый маршрут большого каньона у нас будет превращен в малый каньон в правую сторону это будет ущелье реки у узень и мы посмотрим сегодня очень к сожалению печальную картину разрушенного водопада посмотрим на осенний лес конечно еще большая такая зеленушка стоит еще листья не желтеют что конечно дает мысли о лете как будто лето друзья но конечно погода уже не такая жаркая благоприятные 22 градуса даже наверное меньше наверно около 20 градусов поэтому даже в рубашке вполне комфортно сейчас путешествовать самое время для того чтобы сходить в горы самый настоящий поход возможно покупаться до владимир где-нибудь посмотреть я на это надеюсь старые места где граф висупов ловил о его еще разводил форель до для царской семьи его на этих местах побывать погулять обязательность сегодня посмотрим с вами может быть грибочки в общем поход вот такой вот осенний крым друзья сегодня много прям людей ну как в принципе каждый сезон здесь хватает машины где приезжают гуляют все таки места прохладненькие больше такая теневая зона вот здесь можно подкрепиться класс шашлык сувениры ну в общем все как обычно к сожалению так понимаю здесь платная парковка местное самоуправление здесь вот так вот справляется ну дело их не конечно вот ребят видим по моему старую остановку да что ли владимир смотрите или что-то такое эпохи большой каньон эпохи советского союза скажите такой вот объект с такой вот колоннами иногда интересно погулять и посмотреть но такой вот антураж своего рода большой каньон друзья орех растет над сеткой и вот такие заборы с болезнями бетонными сколько лет этому да вот месту воссоев современно ссср а почему возможно так она и есть стиль вполне себе популярное кафе три пискаря очень красивое место конечно здесь водится хорошая кухня такая детская детский дворик смотрите с качелькой все с дерева сделано эко красота давайте немножечко так зайдем с вами пойдем дальше большой каньон трактир три пискаря карабас-барабас старая советская дорога идет наверх наш маршрут на серебряные струи мне подсказал вот сейчас вот человек что оказывается в этом кафе друзья снимался первый фильм старый буратино к чему был этот герой карабас барабас ребят очень антуражные места здесь настоящая горно такая вот лесная природа крыма буквально древний лес потому что деревья здесь достигают граба в основном растет преобладает ну и всячески других конечно хватает деревьев но очень-очень довольно старая заповедная зона все-таки поэтому очень красиво и и легкая тропа после небольшого подъема начинает уже так идти на спуск ребят очень большой количество сегодня туристов преобладает с палатками с лежачками конечно после вчерашнего дня вчера была суббота многие сточевки возвращаются у нас тут такой вот однодневно небольшой выход в горы и небольшая прогулочка на яссуповский пруд возможно даже посещением пещеры подводной где ход идет исток реки узи так что все возможно сегодня и подснимем даже может быть пещеру хотя мы не подготовились к входу в нее по-хорошему вода преобладает в пещере около 7 градусов там нужен гидрокостюм какая-нибудь такая добрая пятерочка потому что очень холодно но посмотрим наш приятель походного дела довольно начальный человек и очень подготовлен по водным погружением возможно даже залезть воду замечательный лес вот были намеки на грибы ребят я конечно еще не отклонялся от пути но уже бабушек мы встретили с ведерками и вот они собирали сейчас у нас идет семеножка по моему белый гриб по крайней мере в этих местах так называемый сатанинский гриб вот грунт влажный что может конечно сопутствовать и грибу так что вполне себе возможность у них чего-нибудь с вами встретим очень хорошо здесь воздух чистейший дышим просто не можно дышаться очень много дуба под ногами вот такая вот терраса открывается на дороге и уже река узень смотрите как красиво здесь такие террасы распростаются просто просторы не знаю камера передает не передает но очень большая такая полянка где редко-редко так вот деревья растут и уже речка сейчас будем искать ход поворот очки на водопад серебряные струи вот красивейший водопад был фотографии витают в интернете из 16 году до 16 году этот водопад потерпел гибель свою я считаю так это можно назвать здесь в воде с гор с недр есть такие туфовые включения которые просто тысячами лет обрастали скау камень да и создалась такая вот как бы говоря ножка слоновая стуфа вот миллионы лет наверно она образовалась и 10-м году зимой по в январе здесь были хорошие заморозки порядка минус 15 градусов по моему и еще или очень много было накоплено льда известно при замерзании вода увеличивается в размере расширяется и вот так вот ночью говорят здесь подошел сильнейший такой хруст это скала серебряных струй водопада красивейшего водопада просто упала друзья так что вот такая печаль постигла и это уже не мы не наше следующее поколение ну очень много должно быть миллион лет пройти чтобы этот водопад конечно же опять нарастился туфом а мы можем наблюдать сегодня посмотрим такие вот желтые камушки в реке это тот самый элемент в такой вот друзья спокойная тихая гладь красиво светит солнышко и ребят мы уже увидели форельку вот но сейчас вот не видно угливая рыбка довольно мелководна здесь в отличие от конечно кавказских рек от сходов летников ребят там конечно форель просто большом количестве и она довольно большая здесь но у нас очень маленькая крымская но однако она есть не с глубиной отказанная сантиметров 40 грибка должна быть это под камнями возможно так что водичка прохладная огроменный вот такой каньон кадры впечатляют от лучей солнца и до таких вот интересных заводей своего рода маленькие клавиумы много дающие легкой бирюзовым таким оттенком и вот то озеро юсуповское которое будет выше нашего водопада сегодняшнего она тоже должна преобладать красивым бирюзовым оттенком озеро было построено как я помню по моему конце девятнадцатого века грабом юсуповым для того чтобы давить форель сюда не раз крым приезжала царская семья николая второго то рыбка принципе и подавалась на вечерях николая второго форель так что места конечно царские и очень красивые еще красивее будет проехаться николаевской тропой конечно в крымском заповеднике где также много интересных мест не думать нужно будет съездить друзья сейчас были некоторые сложности связи с пожароопасным сезоном но сейчас скоро его снимут и думаю туда тоже надо будет отправиться прокатиться легкое пение птичек туристы уже возвращающиеся вот такой вот смотрите дерево под здесь был очень много наваренных деревьев красота конечно кадры впечатляют мостик канувший в бытие лет владимир как вы думаете что-то произошло смотрите экстрим от приятеля предупреждаю если он провалится это ваша вина ну на железном основании так что можно не бояться друзья какие-то звуки пробудают иногда то ли туристово мое дерево то ли падает что-то первобытный лес и сделал такие вот саши-маши многолетний граб смотрите как откололось дерево возможно ветреную погоду и упала такой же силы было стихия что самого такое дерево породистая она очень плотная вот такой вот красавец оленей рожки смотрите такие услуги кстати жареном виде очень вкусные и чем-то напоминает курицу я прям нашел здесь м пучок который можно взять а выше вот сыроежечка ребят мы вышли на террасу на наш сегодняшний водопад серебряные струи очень красивое место к сожалению в былом времени но и сейчас стоит туда пройтись хотя и не самое популярное место вот видовая площадочка обетшавшая уже и вот ножка которая сломалась от этого водопада она была брошен хом и с него красиво вот так вот падал поток воды с речки и сожалению изо льда но все было во льду зимой замерзала так сломала здесь шестнадцатом году и увы уже не увидим с вами былой красоты этого водопада ходят люди и мы сегодня вышли первую конечно очередь чтобы прогуляться лесом возможно сейчас грибы пособирать мы поднимемся дальше на изуповского озера и посмотрим друзья что тут будет дальше а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень прохладная здесь такая и комфортная среда для того, чтобы расположиться Особо каких-то комаров здесь нету также Потому что очень хорошо здесь отдохнуть, я считаю, в такой вот октябрьский выходной Прийти и погулять этими тропами Вот, зимой здесь многоводно, еще красивее А сейчас хотя бы тепло Так что пока есть такие моменты Еще скоро будет желтеть, вот красота Как раз таки для будущих идей на дальнейшей неделе Прямо замечательные, считай, идеи сюда пройтись Слева от водопадика идет такая тропа к озеру И тут очень много нор Из того самого туфа, друзья, образованного местной водой Такой вот как ракушняк, смотрите Он желтого оттенка Натуральная крымская ракушка Видите? Очень красивые здесь места для посещения И меня ровно, ох, как тут дерево упало Когда-то обозначало маршрут Размеры гигантские Много грибочков, но, к сожалению, не все хорошие Вот неизвестный мне гриб какой-то Мы уже над водопадом Сейчас будем идти по речке ввысь Ну, конечно, посещая места такие У меня есть один интересный вопрос А почему этот весь лесоповал не убирает лесники? Интересно, конечно, придумано все В некоторых местах просто срезают деревья Которые вполне себе живые Здесь только лесоповало не тронутло Возможно, из-за каких-то норм заповедной Зоны Скорее всего Хотя это и не считается, по-моему, заповедной зоной еще Пока не мере Горная елтинская заповедника Она начинается свыше уже С гора и Петри Но очень много болезняка Прям огромное количество И таких еще, знаете Столетних экземпляров Печально, конечно, все это видеть Скорее всего, что природа все и делает Потому что буквально с корнями все это дело валится Мы уже приближаемся лесом к прудику И, судя по всему, нас ждет не очень радостная картина Потому что речка высохшая, друзья, нет воды Я иду Вот вижу Грустную картину, конечно Не в правильное время мы Много приехали Вот много-много туфа здесь Такого песчанинника К сожалению Мы, наверное, не увидим с вами Красивые кадры По крайней мере Просто погулять Замечательно здесь Смотрите, какие здесь Интересные дюны Когда-то в воде находившиеся Как пещера чья-то Мох Темно, конечно Смотрите, какой слой моха Это все мох Красота И вот такие кораллы А, друзья, это тот самый туф Вот он Обрастает Красиво очень Вот мы подходим с Вадимиром К Ютубовскому озеру И уже нас встречают первые подпорные стенки 19-го столетия Построенные здесь И пруд, в котором, скорее всего, нет воды Более, чем я уверен Так что И такое бывает Как говорится 1908 год Начальство века Да Труд Юсупова Реставрация Клуб Сусанин 24-й год Смотрите, как Бывает реставрация Вот, видим Цементиком Подзолотали здесь Друзья Ох ты же, мое Да Грустненько Здесь была реставрация Вот леса стоят Возможно, к зимнему сезону Чтобы была водичка Сейчас туда нету Поэтому тут так грустно Нарязная лужа И не более того К сожалению Река Сарыузень Мостик Юсуповский пруд И мы вышли К так называемой Желтой пещере Вот туда вход К сожалению, она подводная Возможно, сейчас Немножечко хотя бы залезнем Посмотреть И покажем вам Красивые виды здесь очень Очень много Скалистых пород Выступающих Таких, знаете Мегалитических Образований И тропа Прям сказочная Лес красивый Все где гуляют Богоприятная Здесь, конечно Температура Сейчас в лесу И мух нет Что самое интересное Вот И вот наполнялась Отсюда с этой пещерой И Суповское озеро В царские времена Ну и сейчас Вот реставрируют Видите Тоже, видимо Будет оживать Все это Я пробрался В так называемую Желтую пещеру Откуда идти Образование Туфу Друзья, смотрите Она затопленная И вода Довольно холодная Ой, градусов Наверное 6-7 Без гидрокостюма Сейчас в такую погоду Будет довольно холодно Возможно Как-то будущая идея Сюда еще раз прийти Не хотелось бы, конечно Заболеть Вода Прозрачнейшая Смотрите Просто Ребит, конечно Все Страшно просто Ребит Но Вода чистейшая Здесь С подземных Вот так вот Недр течет Продолжаем Наше путешествие Этой тропой Сейчас пойдем Выше Сегодня попробуем Заснять Замечательные виды Ой, ребят Тут смотрите Сколько еще и джиперов Хватает Нужно быть аккуратными Нива Л-200 Ниссан В общем Еще и путешествия Здесь Возможно Лесники Кадры, конечно На миллион Такие серьезные Прогулки Прям джиперские Мы идем Пешим маршрутом Сейчас выйдем На какой-нибудь Исплат И Будем отдыхать С Вадимиром Вот так Тропы превращаются В шикарные виды Которые нас В округе Все это время Окружали Ребят Смотрите Вот он Каньон Этот малый Где мы с вами Входили Вот так вот Снизу у нас Водопад Серебряные струи И дальше Видим Большой каньон Крыма Вот отсюда Открывается На него прекрасный вид Соседняя гора У нас Бойка Вот Великолепные места Для посещения Всем советую Вот так вот Я если не ошибаюсь Эта дорога ведет К чайному домику Вот Я Признаться В этих местах С Вадимиром Очень редко бывал Точнее Именно в этом направлении Мы вообще впервые Так что для нас Это тоже Своего рода Некое открытие Замечательно Смотрите Везде просто зелень стоит Некоторые только породы Деревьев Вот начинает желтеть Понемножечку Ну Еще очень мало А вот начинается Айпи-3 Сверху плата Красота Всегда любил После долгого пути Присеть на Долгожданный Привал Может Романтика Своя в этом Ну Или просто Проголодаешься А тут вокруг Столько пейзажей Что Растворяешься В увиденном Мягкие Краски Осени Добавляют Уют И теплоты В каждый Такой момент К слову Сегодня мы Не особо Старались Заручились Старой Доброй Кашей Из Сухпайка Так что Довольствие На то что Есть А может Так и лучше Как-то По-настоящему Все это Горы Горячий Обед Вкусный Солодский Чай С добавлением Чабреца Мяты И небольшой Нотки Лимона Звучит Не правда Ли Очень вкусно И порой Сидя дома В плохую Погоду Так и Хочется Вернуться В подобное Место И отведать Этот Незабываемый Обед С кружкой Чая Горячку Намазывай Пошли Когда оно Вкусно Что ж Горячка Горячки Звучит Мир С summar Вкусно С200 Горячки Визу Горячка О가�票 Вкусно покушав с другом и комрадом походного дела, мы начинаем возвращаться в обратную сторону, прогуляемся вокруг этой балки, спустимся к водопаду обратно и погуляем, посмотрим лес с вами осенний. Конечно, раннеосенний, хотя я уже как бы почти что центр осени, но смотри, где такая вот еще зелень стоит в Крыму, плата и Петри еще простирается зеленым ковром. Стоянок очень много, очень много кострич, люди здесь отдыхают, джиперы привозят и люди вот так вот чаек пьют, бутербродики кушают. И мы, хорошо подкрепившись горяченьким обедом, продолжим нашу прогулочку воскресного дня. Вы только посмотрите, на какое интересное место я наткнулся, гуляя в окрестностях Иисуповского озера. Ребят, это настоящая окаменелость, это коралловый риф. Смотрите, мы на дне океана Тетис находимся, на таких рифах, вы представляете, смотрите. И вот здесь вот находили люди, вот такие вот раковины, окаменелые, железные. И вот маленькие еще. Красотища. Посмотрите. Вот она, крымская природа, чем интересная. И много такого, знаете, во всяких вот таких вот камушках, окаменелые деревья, кто в этом понимает, там геологи. Окаменелые, различные морские создания. Здесь вся вот эта гора, она усеяна окаменелостями, так что очень интересно, конечно, походить. И вот, смотрите, я кусочек нашел кораллового рифа. Просто огроменные деревья, которые растут на вот таких вот террасах. И вот такие кадры заставляют удивляться. Смотрите, как дерево вырвало с куском вот такого грунта. С куском скалы, бы я сказал. Исполинское дерево упало. Просто просторы неимоверные. Вот такой заповедный лес. Красивейший. Туристов здесь уже нету. Мы идем сами. Вот, это джиперская дорога. Нам в теории нужно сейчас спрятаться вниз и идти вот так вот вдоль ущелья вниз. Мы пока гуляем. Прекраснейшая. Как будто вот весна. Смотрите, такие кадры интересные. Легко-зеленый оттенок листьев. Редкий такой лес. Ну, конечно же, старый. У него тоже закатнее солнце идет у нас. Прекрасно, конечно. Ребят, очень много здесь окаменелости. Вот так вот смотрим. Вот они вот отвалом. Большое количество кораллов. О, Владимир находит находки в дороге буквально. Смотрите, друзья, кусок керамики. Тоже старые места. Здесь наверняка тоже жили греки. Какая-то вазочка здесь была. Обычно в таких местах вот именно оно радует, когда находишь керамику. Вот так как здесь никаких ни городиш, ни силищ не было. Ну, возможно, когда-то неизвестно историками где-то стояла какая-то стояночка. Ну, вот. А так наверняка, что тут много воды было. Наверное, и жизнь не росла. И охота велась. И зверя было много в свое время. Так что, конечно, и рыба наверняка была в реках. Все-таки реки были довольно полноводными раньше. Намного, точнее. У нас сколько таких историй в Крыму, когда вот в полевых частях степного Крыма есть прям русло, огромный рек, которые давным-давно высохли. А в древности это были прям оживленные, конечно, водой места. Вот о чем я говорю. Смотрите, вот он, вам коралловый риф еще один. Мох. Вот так вот на нем мы отрываем мох. Вот они, наши кораллы, смотрите. Такие пальцы, смотрите, вот как шли они на дне. Красиво, конечно. Даже отдельно получается такие вот находить камушки с ними. В глубине леса мы нашли древние развалины. Непонятно, какой эпохи дома. Видите, кладка идет дома. И вот такие горки. Это когда-то был дом. Смотрите, вот они, стены. Это вот буквально возле Иисуповского прудика, кто-то жил. Возможно, конечно, царских времен, но тогда была бы хотя бы черепица хоть какая-то. Здесь просто такие вот местного бута строения. Вот прям настоящие развалины древности. И даже не знаю, чьи эпохи. Хотя вот, ребят, видимо, нашел я крышу. Вот она, черепица. Возможно, до царских времен. Вот она, черепица. Так что, виду, очень много жизни в этих лесах. Ага, грибочки. А вот, вы видите, вот такая тропа. Это, возможно, старая тропа начала 10 века. Где по ней ходили кареты сюда на трутик. И строительство велось, труда. И, возможно, сюда даже царская семья на этой дорожке приезжала. Так что, конечно, интересно изучать. Вот такие вот здесь бут лежит на окраинах дороги. Дорога совсем разрушенная, конечно. Поросшая ей не пользуется. Но сама суть. Мы вернулись на водопад Серебряные Струи. Вот, посмотрите, тис ягодный. И смотрите, ребят, какой интересный экземпляр мухомора. Большой довольно. Здесь очень много воды. Поэтому грибочки, конечно же, встречаются, как вы уже поняли. А вот так выглядит водопад Серебряные Струи с самого верха. К сожалению, здесь очень скользко. Я, наверное, далеко не пройду. Но показать вам обязан просто. Сход воды. Туповая вот эта вот ножка, которая здесь была. Вот она передо мной снизу. Кажется, очень опасно. И водопад у меня сегодня не горно-походная такая, а более для троп. Но все равно попытаемся сейчас показать вам интересности. Очень много людей, ребят. Тенденция туризма набирает, конечно, в Крыму. И вот она ножка эта, которая была сломана. Вот так вот можно тебе представить. Вот эта щель, видите, вот этот вот момент, этот крюк. Именно здесь накопилась вода в 2016 году. И ее отколола благодаря тому, что вода замерзла, расширилась. И сломала на тысячелетнюю просто вот такую вот ногу. Конечно, очень обидно. Вот, посмотрите, как будто серебряный, да, такой цвет. И вода капает, отражаясь лучах солнца днем серебряным оттеночком. Красота, конечно, здесь. И вот такая пещерка есть, небольшая. Где при большом желании можно истепнуться. Но Владимир не взял пластик, к сожалению. Ну, а я, конечно, не хочу. Вот мне холодно. На улице сейчас меньше 20. Здесь, по крайней мере. Ну, и вода плюс 7. Но желание, конечно, интересно. Хотелось бы, конечно, истепнуться. В общем, человек, долго не думая, решился все-таки на поступок вот так вот покупаться. В чем ему большой подсчет, даже в семейных трусах. В боксерах. По-модному. О, плюс 7, плюс 7. Давай, давай. О, холодный осенний душ. Ну, что, друзья, раз такая жара, я не могу не согласиться с Владимиром и тоже с ним тандемом не искупаться в Октябрьском водопаде. Друзья, мы встретили очередной раз лисичку. Единственное, что, телефон я убрал, так как я мокрый. И вот так, сейчас перебираюсь. Аккуратно хочу снять лису. Иди ко мне, моя хорошая. Ну, не бойся ты. Я тебя не обижу, я лис люблю. Иди ко мне. Иди, моя хорошенькая. Красавица какая. Прямо ко мне подходит, смотрите. Ну, вот такая, друзья, конечно, не та, которую мы с Владимиром возле Димир Джи повстречали. Ну, вот и подошла к концу наша замечательная прогулочка этим лесом. Мы посмотрели с вами водопадик, увидели пруд и что с ним творится, да. Провели интересный выходной. Возможно, кого-то вдохновит в такой вот поход лесом. В так называемый Малый каньон Крыма, как я его называю, друзья. Ну, и вообще всем советую, конечно же, ходить в леса, ходить в маршруты, реки, водопады, пещеры. Все это, конечно, очень интересно и полезно для здоровья. Ну, и на этом все. Обязательно, если вы смотрите ВКонтакте, подписывайтесь в группу Крымские выходные. В общем, будем благодарны от вас получать лайк, комментарий и прочую обратную связь. Ну, и, конечно, по традиции, то ли еще будет. Субтитры создавал DimaTorzok